Металлическое колесо со спицами из ниток. Это и есть вечный двигатель, который изобрел рязанец Евгений Трунин. На первый взгляд колесо вращается без дополнительных усилий. Своё творение изобретатель разрешает нам осмотреть со всех сторон. Проводков и моторчиков наша съемочная группа не заметила. Похоже, колесо вращается само по себе. В воздухе находится огромное количество энергии. При комнатной температуре одна молекула имеет энергию порядка 0,03 электронвольта. Учитывая то, что число в Агадре 6 на 10 в 23-й, то в кубометре содержится примерно 3 на 10 пятой джоулей энергии. Если хотя бы часть отбирать, то это будет какой-то, так сказать, достаточно надежный источник энергии. Евгений Трунин говорит, что перед нами, по сути, вечный двигатель второго рода. Хотя второй закон термодинамики существования такого двигателя и отрицает. Но в этом смысле доказывать ничего не нужно, считает изобретатель. Закон, дескать, действует только на замкнутые системы. А здесь часть колеса находится в комнате, а другая под полиэтиленовой пленкой. Как объяснил Евгений, тут две разные среды. В одной газ в квасе в замкнутом объеме, другая – естественная. На воздухе происходит обмен энергии, из-за чего колесо вращается. И хоть покрути его в другую сторону, оно в скором времени вернется в свое прежнее состояние. Это можно использовать, ну, например, для прокачки воды, для опреснения и вот так далее. То есть она будет работать, эта конструкция, в отличие от, например, солнечной энергетики, и днем, и ночью. Потому что освещение солнцем – это как бы не носит принципиально важного характера. Во время интервью вечный двигатель вращаться почему-то перестал. Оказалось, испарился газ. Но немного усилий, добавление воды и колесо закрутилось вновь. Евгений Трунин добавил, что правильнее будет назвать это изобретение преобразователем энергии – тепловой в механическую. Своё изобретение ученый намерен доработать – установить фитили, которые будут подтягивать воду. Сама идея преобразователя родилась у Евгения еще 30 лет назад, но реализовать ее удалось только сейчас. Осталось его запатентовать как объект авторского права. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».